Привет-привет! Сегодня мы решили особенно никуда не ездить, а просто отдохнуть. Муж по отзывам в интернете нашел хорошее кафе в рыбацком поселке, туда мы и поедем сейчас на обед. Это у нас традиция такая, когда мы путешествуем в такие места, где ловят рыбу, мы обязательно находим местное кафе или ресторанчик, где готовят свежую рыбу. Согласитесь, свежая всегда вкуснее, чем мороженое. И нам абсолютно все равно, это кафе, ресторан или забегаловка. Главное, чтобы было вкусно. На данный момент лидером остается маленький ресторанчик на берегу моря, на Канарах, на Тенерифе. Такой свежей и вкусной рыбы мы пока еще не пробовали больше нигде. Поехали с нами и посмотрим, что из этого получится. Пока мы едем, любуемся красотами Шотландии. Итак, мы приехали в Аллапул. Это порт и деревня с населением около 1500 человек в Шотландском Нагорье. Несмотря на свои небольшие размеры, это крупнейшее поселение на многие мили вокруг, а также важный порт. Еще это место облюбовали туристы, потому что в 2020 году оно входило в двадцатку самых красивых деревень Великобритании и Ирландии. Течение Североатлантического океана проходит мимо Аллапул, смягчая температуру. Аллапул расположен на берегу озера Лохбрум. Через деревню протекает река Аллапул. На восточном берегу озера Лохбрум Аллапул был основан в 1788 году британским рыболовным обществом как порт для сельди. До этого Аллапул представлял собой небольшую деревушку, насчитывающую чуть более 20 домов. Гавань используется как рыбацкий порт, гавань для яхт и паромный порт. Тут же на берегу расположены кафе и ресторанчики с красивым видом, но заметьте, без посетителей. И опять вся гора усеяна этими желтыми красивыми кустами. Я узнала как они называются, но на русский перевести я просто не могу. Сколько раз не пробовала, каждый раз переводчик выдает что-нибудь другое и абсолютно несуразное. А ракушки какого изумительного цвета. Самые простые домики, немного цветочков и как красиво все преображается. Обратите внимание на скамейки. Подлокотники у них поднимаются. Вышел из дома с чашечкой кофе. Вот тебе и столик. И попивай свое кофе с видом на лодочки и яхты. Обратили внимание на цифры? Домики тоже преклонного возраста. Им уже более 100 лет. А еще Аллапул имеет прочную репутацию Центра музыки и искусства. Название деревни, возможно, происходит от скандинавского словосочетания «шерстяная ферма». Не знаю, как вам со стороны, но мне очень понравилось это место. Красивая природа, тихо, спокойно и без толп туристов. По крайней мере, в то время, когда мы были там. А вот вам и местные туристы. Приехали, заплатили, припарковались специально для этого отведенных местах. Есть красивый вид, где постирать, электричество, где приготовить, где помыться и, конечно же, охрана. Аппетитно гуляли, деревеньку вам показали. Можно теперь идти и покушать. А вы знаете, я очень редко здесь вижу оранжевые и желтые маки. А может, это вовсе и не маки, я еще тот специалист. Нам сюда название переводится как «Лачуга морепродуктов». Итак, меню с ценами на стене. Работают они с апреля по октябрь с 12 часов дня до 6 вечера. И сколько мы там были, очередь не кончалась. Если что-то закончилось, это сразу стирается с меню и вписывается новое блюдо. Как вы видите, место маленькое и под открытым небом. Это старожила остатки. Хотя блюда подаются в одноразовой посуде и каждый за собой убирает. Но ей все равно что-то перепадает. Обратите внимание на эту собачку. Она сидела, спокойно ждала хозяина со своим же поводком в зубах. А еще мне понравилась эта надпись, которая была на каждом столике. Извините, столик для еды и джина, а не только для джина. А теперь немного о нашей еде. Это бутерброд с мясом краба. Это подарок от повара. Он в цену не входит. Он бесплатный. Это половинка лобстера с салатом и запеченные в духовке картошкой. А это рыба в кляре с салатом и соусом, завернутая в лаваш. Теперь это для нас вкус Шотландии. Хоть это блюдо простое, но оно очень и очень вкусное. Если в других кафе нет народу, то здесь очередь не кончалось. Но здесь правда очень и очень вкусно. Готовится сразу только по вашему заказу. Наелись и решили посмотреть окрестности. Я, как всегда, любуюсь этими желтыми кустами и не перестаю удивляться, как их много и какие они красивые. А тут еще и овечки с детками. Красавчики. И водоем. А какая тут чистая и прозрачная. Немного посидев у воды мы решили ехать домой. Но для нас сначала посмотреть, что там за углом. Может еще какое-нибудь красивое место. Повернули за угол, посмотрели и попали. И сами того не зная, мы попали в геопарк. Именно это место называется Deep Freeze Mountains, что в буквальном переводе означает глубоко замороженные горы или просто замороженные горы. А почему они так называются, я нашла в глубинах интернета. Там написано так. Ледяной покров покрыл Шотландию еще 15 тысяч лет назад. Когда климат потеплел, он быстро таял. Лед вернулся 2000 лет спустя в виде ледников. Это то, что сформировало эти прекрасные горы. Это такая красота, что хочется стоять и смотреть. Но вперед гонит только интерес. Интерес того, что впереди может быть еще красивее. Это геопарк в Шотландском Нагорье, получивший статус геопарка ЮНЕСКО в 2004 году. Это был первый геопарк в Шотландии, в котором были представлены одни из самых старых скал в Европе, возраст которых составляет 3000 миллионов лет. И этот парк занимает площадь около 2000 квадратных километров. Теперь я замолчу ненадолго, а вы полюбуйтесь этой красотой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...